Глава этот чем-то не устраивает население. Чем он не устраивает? В первую очередь своей неспособностью, как правило, решать жизненно важные вопросы населения. Сергей Чистов, начальник управления губернатора по работе с органами местного самоуправления, убеждает депутатов. Мол, в некоторых территориях люди недовольны тем, кого выбрали. Зачем тогда нужно голосование? Парламентарии тут же парируют. Если через год Москва даст указание проводить прямые выборы, дайте слово, что вы не выйдете, не будете нас убеждать, что прямые выборы это все-таки лучшее, что придумало человечество. Второй основной аргумент сторонников отмены прямых выборов явка. А давайте посмотрим, а сколько народ на выборы ходит, сколько людей принимает участие в этих самых выборах и почему они не ходят. Потому что их походы на выборы завершаются тем, что к власти-то фактически они участвуют зачастую в том, что приводят к власти людей, которые не обеспечивают им нормальной жизни в силах низкой компетенции. Впрочем, прений в законодательном собрании по этому вопросу практически не было. Губернатор назвал существующую краевую двуглавую систему управления неуправляемой и безответственной и доходчиво пояснил свою позицию по отмене прямых выборов. Сегодня где ресурсы? Далеко не на муниципальном уровне. Где полномочия? Не на муниципальном уровне. Если бы у нас было бы другое распределение полномочий, я бы действительно сказал, да, нет вопроса. Я как старший по званию избранный, я буду договариваться с любым избранным муниципальным руководителем. Но только ресурсы-то все здесь. В результате 35 депутатов согласились с губернатором сразу в двух чтениях. После небольшой формальности подписи под документом губернатора края в Красноярском крае глав городов и больших поселков будут выбирать через конкурс. В том числе и в городе Красноярск. Кандидатов отбирает специально созданная комиссия. В комиссию половина людей назначает губернатор, половину горсовет. Схема запутанная и у краевых депутатов осталась масса вопросов и недовольств. По какому принципу будут формироваться сами эти комиссии? Какую функцию они будут нести? Как они будут ли вообще иметь возможность отбирать кандидатов? Где вот этот вот перечень? Дальнейшие какие-то ходы голосования самого представительного органа власти? Имеет ли губернатор механизм отзыва вот таких вот глав, в которые будут избираться председательные органы? Не надо лукавить и людям мазать губы медом. Сегодня нынешняя власть, она просто не позволит другой модели. Дает для демократии, как бы, можете прямыми выборами. Вот у нас сейчас, значит, среди депутатов, ходит ответственный человек, занимает высокий пост, значит, в администрации. И говорит депутатам, попробуй только проголосуй, вот поддержи губернаторский, значит, проект закона. Вот и все. Парламентарии Гурсовета, которые недавно бравировали возможностью сохранения прямых выборов в Красноярске, говорят, теперь им остается только вздохнуть и внести изменения в устав города. Или же внести законодательную инициативу, но надежды на это очень мало. Все понимают, что решение о новом порядке назначения глав принимали не в Красноярске. Первые выборы по новой конкурсной схеме пройдут уже в сентябре, причем в 80% городов и поселков края. Василиса Лукашевич, Станислав Салтыков, Новости ТВК.